всем привет это исказ.com и мы находимся в москве перед препарате россии на евро вин 2014 и рядом со мной стоит прекрасная обворожительная красивая представительница молдовы на этом конкурсе кристина скарлат привет кристина привет вам привет и сказ и христос воскрес абсолютно воистину воскресе с пасхой расскажи как у тебя проходит процесс подготовки конкурсу какие изменения у тебя удалось ли прорепетировать номер естественно конечно мы работаем 24 часа в сутки над этим проектом очень красивый период моей жизни я наслаждаюсь каждой секундой которая проходит именно в этом периоде уже совсем скоро мы увидим этот номер на сцене копенгагена но может быть сейчас специально для нас ты немножечко приоткроешь завесу тайны и расскажешь о том что же мы увидим может быть расскажешь о прическе о платье но концептуально мы конечно концептуально мы оставили вот половину женщину воин половину романтичная женщина нежная такая какой принципе женщины хотим какими мы хотим быть но жизнь такая что не дает нам поэтому мы вынуждены то быть и воином то пытаемся все-таки быть женщинами но будет очень отличаться от шоу то чтобы что вы видели в нашем полуфинале будет что-то очень такое глубокое со смыслом много метафор феерическое такое но попытаемся донести до публики этот посыл всеми путями ждать волшебства да ну я надеюсь на это расскажешь может быть кто занимается постановка твоего номера кто участвует в процессе может быть на сцену выйдет балет бэк вокалисты назовешь их имена расскажешь о них конечно даже с большим удовольствием у меня большая команда потому что конечно к такому проекту нужно отнестись очень серьезно я вообще по жизни ко всему отношусь очень серьезно и евровиде не это не исключение из правил у меня очень большая красивая команда хореография мне занимается илиан карауш очень известный у нас и хороший хореограф постановщик я бы хотел конечно начать композитора потому что от музыки все в принципе и начинается это иван акулов один из самых талантливых композиторов в молдавии он очень молодой несмотря на то что он молодой он пишет очень глубокую такую красивую музыку текст этой красивой песни написала леди скорлата не сказала нарисовала можно даже так сказать нарисовала буквами такой красивый текст нет она моя племянница даже да потом у меня есть пашка парфейни который помогает мне во многих моментах и поддерживает очень меня несмотря на то что мы как бы конкуренты получается да на на нашей эстраде но вот как-то вот мы так подружились уже много лет но мы страна не такая большая и мы должны все дружить и меня есть светлана глухова которая работает над она как бы стилист проект и очень немаловажный человек девушка которая будет нам шить всем костюм который шьет она в процессе тоже готовы 24 часа в сутки работать над проектом это жанна березовская дизайнер нашего проекта спасибо большое за столь яркое описание надеюсь все запомнили кто это и все будут поддерживать команду как только могут ты сказал о том что ты достаточно дотошно относится к своим карьерным таким ростом расскажи что для тебя в принципе евровидение как предмет вот в карьере что это за этап что ты надеешься он тебе принесет для чего это нужно но для меня это очень важный этап я к нему стремилась не один год вообще в жизни у меня конечно ценности то что другие но есть очень важные вещи которые я сначала вот сделала эта семья и потом я решила все-таки продолжить свою карьеру потому что как мне мама один раз сказала тебе бога дарил голосом талантом ты обязана просто со всеми этим поделиться и это большой грех держать для себя и как бы этот совет мамин очень серьезно приняла и воспользуюсь им и иду дальше по этой дороге поэтому евровидение для меня это такой хороший шаг большой шаг очень ответственный для меня потому что все таки я буду представлять свою страну и это очень ответственно но в тоже время очень приятный я как как сказала раньше наслаждаясь этим вполне и конечно буду пытаться эту дорогу продолжить и продолжить выпредок какие планы поздравить на на прости что перебил какие планы в после евровидений на упланы есть после евровидения потому что даже когда я участвовал в полуфинале у меня были планы после вот несмотря они на какие результаты, у меня были планы, у меня есть песни, может быть, даже, ну, сюрприз, уже в Кампинганге не откроем еще один секрет. Есть песни, есть проекты, которые, я надеюсь, они продолжат вот этот вот красивый период, в котором я сейчас нахожусь. Мы тоже на это все вместе надеемся. Я думаю, что график достаточно насыщенный, и вот сегодня в Москве, завтра, наверное, снова Молдова. Удается ли отдохнуть? Если удается отдохнуть, то как? Ну, отдохнуть не очень удается, но как бы и не хочется отдыхать, хочется все-таки побольше находиться в таком режиме, потому что это, к чему я стремилась, то, что мне хотелось, то, что я себе желала, вот, и моя мечта исполняется по чуть-чуть. Поэтому отдыхаю, это когда я работаю над проектом, это и работа, и отдых, все вместе. Наверное, достаточно, ну, перед Евровидением, поскольку такой конкурс серьезный, в какой-то график был режим полностью приведен, да? Наверное, отказываешься от какой-то еды вкусной, которую очень любишь, или, может быть, от каких-то физических нагрузок, чтобы голос не повредить. Чего больше всего хочется, чего прям не хватает? Ну, конечно, я думаю, что это не секрет, не хватает чуть-чуть сна, потому что сон – это самое важное, для голоса особенно. Ну, я как-то уже привыкла к этому режиму, и оно даже это мне не мешает. И очень важно, что ты внутри, в душе чувствуешь. Тут у меня полная гармония, и я думаю, что это, наверное, самое важное состояние, которое должно быть у певца. Внутренняя гармония. Она у меня есть, и слава богу. Слава богу. Совсем скоро, уже через буквально несколько дней, пора будет отправляться в Копенгаген. Кого возьмешь с собой? Кто поедет поддерживать, кто будет помогать, кто будет болеть за тебя? Может быть, семья? К сожалению, семья, она не сможет меня сопровождать, потому что это маленькие дети, за ними нужно ухаживать, и я этим не смогу заниматься. Но будет мой муж, который меня поддерживает, который понимает, прощает мне все мои опоздания домой, потому что я прихожу очень-очень поздно. Человек, который рядом со мной уже больше 17 лет, и который поддерживает меня абсолютно во всем, я без него не могу никуда. Передаем привет мужу. Обязательно, привет, я тебя очень люблю, и спасибо за все, что ты для меня делаешь. И будет, естественно, вся моя команда, потому что без команды как-то сложновато. Ну, не просто. Будут, естественно, танцоры, бэк-вокал у меня не будет на сцене, но будут танцоры, будет хореограф, будет стилист, будет дизайнер, будет композитор, будет Лидия, которая написала текст, который мой администратор самый главный, мой директор, скажем так. И будет Ира Дик Акулова, которая, вот, жена Ивана Акулова, они тоже, она тоже часть, серьезная часть моей команды, которая всегда поддерживает, помогает. Ну, будут все. Здорово. Может быть, помимо людей у тебя есть, помимо мужа твоего супруга, может быть, есть какой-то амулет тайный, или, может быть, какая-то вещица, которая приносит тебе удачу, может быть, что придает уверенность. Возьмешь с собой что-то в Копенгаген? Ну, я не очень суеверна в этом смысле, как бы у меня амулетов нет, у меня есть моя вера в душе, и у меня есть, как амулет, скажем так, сила поддержки моей команды, и вера абсолютно всех в меня. Вот это меня поддерживает, я это всегда с собой вношу в сердце. Совсем скоро со сцены Евровидения в Копенгагене будет возможность у тебя передать свой месседж для людей, рассказать, но сейчас у тебя есть возможность сказать пару слов для своих поклонников и что-нибудь им передать. Да, это сделает с большим удовольствием. Для меня был огромным сюрпризом, кстати, то, что у меня есть много фанов, я это узнала в Амстердаме, и уже знаю, что они у меня есть, и хочу им передать большой привет. Спасибо огромное за поддержку, за то, что вы в меня верите. Я постараюсь от всего сердца вас не подвести никого, очень люблю вас всех, и буду пытаться радовать вас новыми и новыми песнями, и надеюсь на то, что мой посыл дойдет до всех, до всех, абсолютно сердец. Спасибо. И с праздником всех, конечно же. Спасибо тебе за столь теплые пожелания. И у нас есть маленькая традиция всех участников уже очень много-много лет. Мы в каждом интервью просим спеть маленький кусочек его песни Акапеллина. Исполнишь для нас? Конечно, с большим удовольствием. Чуть-чуть мешает музыка. Я вас сделаю так. Я вас сделаю так. Насколько мы можем играть на нас в любом случае Благословия, я не имею чувства Благословия Достатка меня осталась так влажной Влажной мой сердце и моё сердце Моя потенция Благословая нашу раздражение Благословая, чтобы победить Браво! Шикарно! Спасибо тебе большое за это исполнение для нас Мы желаем тебе большой удачи, увидимся с тобой в Копенгагене Увидимся сегодня вечером на вечеринке России И пускай всё сложится хорошо, я надеюсь, что твоя вера тебе поможет И ты займёшь достойное место в этом потрясающем конкурсе Спасибо огромное, дай бог И спасибо вам за интервью, очень приятно всегда с вами общаться Надеюсь, это не последний момент в моей жизни, когда мы с вами ещё встретимся Я тоже надеюсь, большое спасибо Это был Eskaz.com Илья Кремер, Иван Смедович, Михаил Кесарев, Энди Михеев, Eskaz.com Пока-пока!